Привет, друзья! Прошлый ролик был лежачий на левом боку, особо ни о чем, скажу честно, просто нужно было что-нибудь снять, так как давно не было роликов. Но теперь я выхожу в эфир с совершенно четкой целью, с совершенно четким посланием для вас. Для начала расскажу о текущей ситуации. Последние два дня я не публикую ставки, я описал уже, почему просто хочу побыть один, отдохнуть немного, накопить НС до 50 тысяч, и потом я вернусь к публикованию. Вчера утром мне были выданы всего лишь 8 тысяч из НС, последние. 2 тысячи до этого я давал человеку в долг, он мне вернул, но вернул зачем-то мне, а не хранителю, я их вечером проиграл. Поэтому остались 8. С этих 8, да, ни без вабанков, ни без отскоков, понятное дело, ни без везения. Изначально, когда денег мало, я рискую, так всегда было, так заведено. Мне за эти два дня удалось сделать так, что на счету у меня стало 30 тысяч, и в накопительном счету тоже 30 тысяч. Я обещал, что в принципе все будет за несколько дней отбито. Я это сделаю, слово свое сдержу, но пока это будет происходить безмолвно, очень скоро я вернусь. Не в последнюю очередь вернуться мне помог мой высокий профессионализм и наблюдение за матчами. Я вот сейчас как раз таки освещу этот вопрос, который задают некоторые дилетанты в ставках, непонимающие ставки, люди далеки от ставок. А зачем вообще смотреть матч, если ты сделал на него ставку? Зачем тратить свое время на это? Ты что, на это можешь как-то повлиять? Нет, конечно. На само течение матча я повлиять никак не могу. А вот на то, как правильно минимизировать или максимизировать прибыли или убытки, я повлиять могу. И вот именно для этого матч и нужно смотреть. И вот последние два дня явились характерным примером этого. И сейчас я вам эти примеры наглядно покажу. Вчера был матч с Жазири-Веселой. Сначала, да, у меня там были отыгрыши, были догоны. Я взял по-крупному второй сет Жазири. В надежде, что он удержит свою подачу. Естественно, он этого сделать не смог. Я понял, что все это проигрыш. Поставил 2-0 Веселой и 2-0 Рамоса. Такой вот у меня был экспресс, сейчас я вам его покажу. Несколько ставок. Веселой. Кое-как выиграл первый сет. Жазири, в принципе, был ничем не хуже. На тайбрейке 8-6, по-моему. Рамос первый сет слил, хотя вел на тайбрейке, по-моему, 4-1. А балансы я таким образом слил. Потом вел 4-800 с реклам. С реклам, со всяких поздравлений. Люди, да, мне заказали поздравления вчера активно. Два точно были. Каждый по тысяче. Вот. И сначала, да, сначала была такая ставка достаточно интуитивная, агонистическая. Отчасти тоже. В тот же матч с Жазири веселый. При счете 30-30 на подаче веселый. Я тоже подумал, что брейка я рискнул. Попробую. Опять-таки, с Жазири ничем не хуже. Возьму-ка я не просто победу, не просто даже то, что он дает до тайбрейка с Жазири. Не просто то, что он выиграет сет, а то, что выиграет сет с форринг минус 1,5 по гейму. Коэффициент больше тройки. Конечно же, мне хотелось сразу же брейк. И, о чудо, он состоялся. Благодаря ошибке веселым я мог продать уже с большим плюсом. Сначала я этого не делал. Я продолжил смотреть матч. Понимал, что, ну, нормально, все, сейчас подачу буду держать. И все, у меня будет где-то 12-13 тысяч. Но потом наблюдение за матчем внимательное показало, что у веселой очень-очень большие проблемы. Двигается он очень плохо. В какой-то момент арбитр поднес к уху телефон. В рацию, точнее говоря. И я сразу понял, что это значит, что хочет позвать физиолог. Я веселый, что весело попросил его. Уже смехнул, что дело идет не так. Это было не разовое. Все весело. Постоянно корчился от боли. Ему было очень дискомфортно. К чему все идет, скоро я начал понимать. Скоро я действительно увидел доктора. Это была не шутка. И было понятно, что вот-вот он может сняться. Если он снимется во втором сете, то это будет возврат. Это мне очень не хотелось. Увидев, что марафон никак пока еще на это не отреагировал, что он еще не понимает, насколько хреново весело, я сделал абсолютно верное решение. Я продал эту ставку на плюс полтора в сете. Забрал 8300. Эти 8300 поставил на Джазири. Мне было не важно, какой кэф. 362, 5, 7. Я видел, что в данный момент в реальности фаворит он. Так как весело, уже нормально играть не сможет. 362 был коэффициент. Ну, жаль, что они побольше. Но было побольше, там и лимиты, наверное, были меньше. Так что нормально. Для таких случаев, естественно, нужно держать деньги в разных конторах, чтобы иметь возможность добавить где-то еще в другой конторе. Но у меня было только в марафоне. Я поставил, сетом доиграл. Начал третий даже. Чему я удивился, честно говоря. И даже потом еще сделал три ошибки. Джазири. Что вы думаете? Увесил даже был брейдпоинт на подаче Джазири. Вот так вот он, стоя на месте, имел брейдпоинт. Но не реализовал. Потом отдал свою и на этом снялся. И все. С 8300 у меня получилось 31 тысяча. Только благодаря очень-очень внимательному наблюдению за матчем. Если бы я просто лег спать, поставил минус полтора в сете и на час бы отошел. Вернулся бы. Возможно, он снялся во втором сете, у меня бы так осталось бы 4800. Возможно, он бы доиграл сет и у меня бы стало 19-13 тысяч и все. А так я выжил абсолютный максимум из этого матча, который мог выжить. И второй случай, о котором я хочу вам рассказать, произошел сегодня. Сейчас, кстати, проходят такие турниры, где очень многие фавориты будут сливаться. Им эти турниры нахрен не нужны. Ну, с Хуаном он или Серендолу нельзя назвать прям каким-то жестким фаворитом. Но, тем не менее, против Гахова, Ивана, он шел, конечно, на жесточайшем фаворитом. При равном счете за 1-1. Первый сет взял. На него уже и Кефа, скорее всего, не было. Ну, потом, взглянув на этот матч еще через какое-то время, я увидел, что... Неожиданность. О, чудо. Второй сет он проиграл. И... Не помню там, какие были Кефы, но они в начале третьего сета были довольно странные. Я открыл трансляцию, и в первом же гейме на подаче Серендул увидел, что у него проблемы абсолютно так же, как у Весила. Он не может нормально подавать, он не опирался нормально на ногу, он подавал без задействия ног вообще. Просто мяч толкал практически вперед. Многие не участвовали в подаче. И по корту он точно так же совершенно не бегал. В это время я вторично удивился тому, что при такой форме Серендулла на гаховый коэффициент... Какое-то время было 2-11, но было постоянно заблокировано. Я только хотел поставить, но было заблокировано. Я и за 2-11 поставил. Думал, что все, уже не заблокирую до конца матча, и такой вариант я упущу. Ну, что я мог сделать? Но нет, разблокировали. Тут же я поставил 12 тысяч на гахова. Ну, почему не больше? Ну, все-таки это гахов, мало ли. Может быть, Серендул его и в таком бы состоянии обыграл. Все-таки это не топ-100 какой-то. Всего лишь гахов. А потом, когда брейк состоялся, и когда гахов очень легко стал брать свою подачу, там было видно, что Серендул абсолютно из угла в угол не успевает. Тут уже я абсолютно без тени сомнения добавил все, что есть. Да, уже за 1-15, но понятно было, что это легкий 1-15. Еще 2,5 тысячи таким образом себе наклепал. И при счете 2-0 все равно Долл снялся. Таким образом, около 15 тысяч я за этот матч заработал. Тоже, опять-таки, благодаря своей внимательности. Если бы этот матч я не смотрел, если бы не обратил внимание на странные коэффициенты, на странный характер течения матча, не задал бы себе вопроса, а почему так? А что там происходит? Может быть, такой высокий кайф на Серендул? Может быть, потому что с ним что-то не так? Вот я открыл матч и увидел, что да, с ним что-то не так. И эти наблюдения мне помогли. Так что, пожалуйста, не задавайте мне вопросы, зачем смотреть матч, когда ты ставишь. Нужно ли это? Ну, если ты ставишь маленькую сумму, наверное, не нужно. Фиг с ней. А если речь идет о большой и о вероятности выиграть большую сумму, то, естественно, получше один такой матч посмотреть, грузануть на него даже все 30 тысяч, чем сидеть весь день и ставить на всякую поебень. с непонятным каким-то риском 50 на 50. А здесь все было абсолютно очевидно. Естественно, такие матчи бывают не постоянно, но они бывают периодически. Чем больше вы будете смотреть, что происходит, задавая себе вопрос, а почему здесь такой кайф, а почему здесь? Да как же так? Он же такой явный фарит, на него там кайф 3. Что случилось? Что с ним? Тем больше ваш карман будет пополняться купюрами. Удачи вам, счастья вам в ставках в жизни во всем, друзья мои. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok